История каждой женщины, каждой супружеской пары, она по-своему интересна и сложна. Но есть истории, которые особенные и для врача, и путь пары настолько непростой, что хочется говорить о чуде. Я хочу рассказать историю своих пациентов, которые пришли ко мне на этапе планирования искусственной инсеминации со спермой донора. До этого у пациентов уже был пройден этап обследования и лечения супруга, у которого была выявлена тяжелая форма нарушения сперматогенеза – азооспермия. Азооспермия – это отсутствие сперматозоидов и экуляти. При лечении у андролога рассчитывали на появление сперматозоидов. Это было связано не с генетическими, а с гормональными проблемами. К сожалению, результат не получили. Была выполнена функционная биопсия яичка, и в материале также не было обнаружено сперматозоидов. И супружеская пара приняла решение в пользу донорского материала. В качестве донора спермы должен был выступить брат пациента. В любой ситуации, когда мы используем донорский материал, идет обсервация материала на полгода. Прошли эти полгода, и пара вернулась к планированию дальнейших действий. На приеме мы обсудили подготовку к инстиминации. Были назначены препараты. Для того, чтобы выйти в нужный день на процедуру, уже были сделаны инъекции препаратов. И накануне процедуры супруг сдал сам втайне от нас сперму. И чудо произошло. То есть все это время он продолжал лечение, назначенное урологом. Те данные, которые были получены до процедуры, не дали возможности появиться сперматозоидам. А далее были обнаружены единичные сперматозоиды, которые, конечно же, мы сохранили. Мы отменили процедуру искусственной инсеминации спермы донора. И в следующий менструальный цикл вступили в программу ЭКО. В результате из 20 клеток был получен один здоровый эмбрион, который и был перенесен после подготовки женщины в криопереносе. Наступила беременность и через 9 месяцев родился долгожданный здоровый малыш. Вот такие истории. О чем они? О том, чтобы не опускать руки, чтобы продолжать лечение, чтобы не ждать чуда, которое свалится, а прилагать к этому усилия и идти вперед. И счастье обязательно вас найдет.